Всем привет дорогие друзья, с вами Андрей Хорев и это канал Футбол это жизнь. Итак, подошел уже групповой наш этап к середине пути и сегодня у нас группа D. Итак, Барселона, Спортинг, Ювентус и Олимпиакос. Эти команды будут решать, кто выйдет в плей-офф. Я решил, не знаю почему раньше до этого не думал, но как говорится, хорошая мысля приходит опосля. Я решил поставить ставки в начале ролика, кто выйдет из группы. Давайте все-таки это сделаем в этой хотя бы группе. Тут еще, кстати, Неймар в Барселоне, поэтому много шансов у Барселоны. В общем, ставлю на то, что Барселона и Ювентус, естественно, пройдут. Спортинг будет на третьей строчке, Олимпиакос на четвертой. Давайте это посмотрим, как это все-таки будет. Итак, Барселона против Спортинга. Для Спортинга эти два сезона выдались таким, как бы сказать, Месси добивает, Бруно Цезаса получает красную. Реал и Барселона играют со Спортингом уже два сезона в группе Лиги Чемпионов Рактичная. 36-й забиваем. В том сезоне играл против Спортинга Реала Криштиану. 62-й Неймар забил. А в этом году Барселона и Ювентус. Вот так вот Неймар делает дубы. Зря, мне кажется, все-таки продали его каталонцы. Да и сейчас, скорее всего, я на это, конечно, надеюсь. Мне кажется, лучше всего для Каталонии отойти от Испании. И уже даже многие страны такие, типа, говорят, что Барселона бы играла в их стране. Манжукич на 22-й минуте забивает. Дюбал на 31-й. Англия и Франция уже такие, как бы, говорили, что мы приглашаем Барселону к нам. Фуртоунис забивает на 46-й, но Игои на 60-й выводит их окончательно вперед на 3-1. Киеллини на 4-1, которого уже нет. 90-ая минута, 4-1, побеждает Ювентус. Итак, вот этот матч. Из-за этого матча Барселона вылетела в прошлом году. 3-0 они проиграли именно на этом стадионе, на Ювентус-стадиум. И сыграли в ничью 0-0. Ничего себе дебал на 13-й минуте, выводит вперед Ювентус. И на Камп-Ноу сыграли в ничью 0-0. Все говорят после той новости, что Франция пригласила Барселону играть в их чемпионате. Все подумали, что снова Неймар против Месси будет опять в его тени. Бэйна 62-й и все, 2-0. Не так разгромно, как в том году было в раунде плей-офф, но все равно 2-0. Олимпиакос против Спортинга. Вот здесь все решится, кто останется на 3-й, кто на 4-й. Я сказал, что Спортинг останется на 3-й, Олимпиакос будет на 4-й. Но я еще же и поздравил, что Барселона будет на первой строчке, поэтому будем верить в Барсу. Бас Дос забивает на 27-й. Естественно, если Дос делает дубль. Если Барселона сыграет 3-0 даже, то все будет замечательно. Дос получает травму. 3-0 для Барселоны. Они сделали это в этом году у себя на Камп-Ноу. Будем на это надеяться. Ну что же, второй тур. Ювентус на 1-й строчке, Барселона на 2-й, а Спортинг на 3-й, Олимпиакос на 4-й. Ну что же, остается только местами Барселону поменять, и мои прогнозы будут правильными. Олимпиакос проиграл все два матча. Барселона 1-й, выиграл 1-й, проиграл Ювентусу. А Иньеста, Андерс Иньеста забивает и выводит вперед Барселону. Месси делает счет 2-0 на 30-й. Ну и забьет ли Неймар. Суарес забил. Сейчас остается только Неймару забить, чтобы так в 100. Да, как же я угадал-то. Отлично, Неймар еще забил. 4 мяча в столбик. Будет и Ракичич забить? Нет. 4 мяча. Давайте посмотрим после матча Спортинг-Ювентус. Кто у нас там лучший бомбардир? Уже будет половина группы пройдена. Белсан, да, на 14-й минуте выводит вперед Спортинг. И нужно, нужно потерять для Ювентуса эти очки. Но мне кажется, этого не будет. Должны все-таки туринцы сравнять счет. Ну, хотя бы сравнять. Андриан Сильвия забивает все. Это, как говорят болельщики Спартака, это похороны для Ювентуса. 2-0. А выигрывает Спортинг-Ювентус. Барселона на первой строчке. Посмотрите, это что за чертовщина. Три тура прошло. 6-6-6-0. То есть, и Барселона, и Ювентус, и Спортинг будут бороться за выход с плей-офф. Итак, лучшим бомбардиром является Неймар. Три мяча в трех матчах. Потом Месси и Гонсало. И Гуаин. Заметьте, все игроки из Южной Америки. Спортинг против Барселоны. Барселоне нужно набирать очки. Потому что Спортинг обыграл Ювентус у себя 2-0. И нужно Барселоне собраться и обыграть. Ничего тут сложного я не вижу. Нужно, друзья. Они просто обязаны это сделать. Месси и команда Норуиз выводит вперед. Спортинг 1-0. Мне кажется, Билли... У-у-у, все. Месси хотя бы сделал это. 71-ая минута. Все. 2-1. Ну, хотя бы не 2-0, как с Ювентусом было. Но посмотрим, как сыграет Олимпиакос и Ювентус. Себа. Ну, что-то Ювентус-то подрослабился. Дюбала сравнивает на 24-ой минуте с своим прекрасным, наверное, галом. Но мы его не видели. Хадира получает травму. Маркизер все-таки выводит вперед. Вышел на замену. Всего лишь 5 минут пробыл на поле и забил. Вот такая статистика. Победа для Ювентуса. Поражение для Олимпиакоса. Итак, Ювентус-спортинг Барселона-Олимпиакос. Олимпиакос. Ну, что ж, друзья. Мне кажется, сейчас начнется какой-нибудь хайк в комментариях после этого видео. Но посмотрите. Остается 2 матча и Барселона не попадает в групповой этап. Я не хочу, чтобы Барселона вылетела из лиги чемпионов, даже из группового этапа. Я хочу посмотреть на каталонцах еще в плей-оффе. Нужно, друзья, собраться. Друзья, я верю в Барселону и Месси тоже. На 21-й минуте он выводит своим голом вперед. Я верю в них. Серхи Бускец 2-0. Это хорошо, что Ювентус будет играть против спортинга. Там как раз и в Ансайрифард немножко уменьшает преимущество Барселоны. Пако Алькасе делает счет 3-1. И все. Сейчас мы узнаем, кто выйдет. Или Ювентус, или спортинг. Хотя по мячам мы видим, что Барселона выше. Месси 4 мяча. Итак. Пожалуйста, я вас прошу. Мячейка. Хотя там даже и ничья повредит для Барселоны. У Барселоны 9 очков, если я не ошибаюсь. А у Ювентуса со спортингом сейчас вот на данный момент Ювентус впереди. Поэтому у него 12 очков. А у спортинга остается 9. Поэтому Ювентус или Барселона. Но я верю в каталонцев. Они должны выйти с первой строчки. Все. Еще 1-0. Келлини даже удалился. Но на 30 минуте к квадрату. Итак. Все. Барселона уже точно не станет чемпионом. Там даже можем по мячам посмотреть, что. Хотя Барселон даже по мячам-то выше. Поэтому нужно Барселоне обыгрывать Ювентус в очной встрече на Камп Ноу. Я буду верить в это чудо. Итак. Умдите. Первая минута. Желтая карточка. Прошу вас, друзья. Неймар. Ты просто чудо. Во Франции. В Месси все. Отлично, друзья. Еще один гол вас спрошу, друзья. Да. 3-0. 3-0. Барселона обыграет, как я и сказал. Далласен 3-0, а не обыграть. А само дело еще 3-1. Вот это. Нет. Это очень, друзья, обидно. И Неймар там еще получает травму. Барселона выигрывает титул. Вот так вот, друзья. Мы видели с вами. Кто-то может вернуться и посмотреть, что типа Ювентус выиграл титул. Все думали, что раз они 2-0 обыграли Барселону, то они и обыграют еще раз. А вот фигулю вам. Барселона выигрывает. Теперь. Ух. Мои ставочки просто сейчас зайдут, если Спортинг обыграет Олимпиаду. Ух. Гейл Сандала. Десятая минута. Челотто. Двенадцатая желтая. Гейл Сандала забивает дубль. Итак. Голов пока что нет. Камбелл. 3-0. И это разгром. Ну что ж, друзья. Закончилась у нас игру по день. Что? Друзья. И мои ставки не удались. Ювентус вылетает из Лиги Чемпионов. У Спортинга всего лишь на один мяч больше. Помните, я вам сказал в третьем, ой, после второго тура, что у Барселоны, у Спортинга и у Ювентуса по 6 очков. Вы посмотрите сейчас. Они просто обыграли Олимпиакос. Все команды обыграли. Выиграли по 4 раза и проиграли 2 раза. 12-12-12. Барселона смогла все-таки забить свои долбаные 10 мячей. А вот Спортинг превзошел самих себя. Ювентус вылетает. Друзья. Это просто что-то с чем-то. Барселона 12 очков. Спортинг 12 очков. Ну как это могло бы произойти? Ювентус идет в Лигу Европы. Но у нас ее не будет, поэтому мы с ними прощаемся уже. Вот я про что, друзья. Итак, лучшим бомбардиром является Леонель Месси. Неймап. Итак. Лучший калкипер это Руи Патрисио. С вами был Андрей Хорев. Увидимся с вами скоро. Это уже точно гарантировано. До свидания.